Ты змея в чужом доме убил, а в своем доме поворот змея гораздо труднее. Его и разглядеть-то трудно. Твой змей гордыня твоя, князь, но мы с тобой вместе и этого змея одолеем. Повесть о Петре и Февронии. Памятник древнерусской литературы, в котором рассказывается о жизни всем известных святых. Спектакль по мотивам одноименного произведения Георгия Юдина «Муромское чудо» на суд зрителей представил Народный театр-эксперимент. В театрализованной постановке были задействованы 20 человек, и это только актеры. Помощь в организации оказывали также местные дизайнеры, художники, декораторы и многие другие талантливые ахтубинцы. В качестве режиссера-постановщика выступила директор Центра народной культуры Татьяна Зубричева. Театр, он не может жить отдельно от общества. Естественно, мы своими постановками чему-то учим, чем-то воспитываем. За этим стоит большая работа, потому что духовный спектакль, он по-своему тяжел, потому что это сложность показать житие святых. Это нужно очень аккуратно, бережно и в то же время проникновенно, чтобы до зрителя идея наша и суть жития, каких-то поучений до зрителя дошла. Показ данного спектакля для эксперимента стал особенным, ведь актеры творческого объединения должны были подтвердить звание народного, которое театр получил более 20 лет назад еще под руководством основателя Натальи Андреевой. Отметим, такая процедура обязательно для всех коллективов, имеющих статус народного и образцового. Защищается он каждые пять лет. Показывают свое мастерство коллективы членам областной аттестационной комиссии, которая состоит из специалистов по вокалу, хореографии и театральному искусству. Одно из главных условий – развитие мастерства. В частности, систематическое обновление репертуара, высокий уровень исполнительских и авторских навыков. Кроме того, коллективы должны использовать как традиционные, так и новые выразительные средства, а также приемы режиссуры. Все то, что поможет зрителю в полной мере погрузиться в другую реальность. Дай мне сюда престол! Надо! А мы идем на престол взять! Между прочим, мой сын у великого князя престольником слушает! Тихо, тихо, тихо! Да что ж вы лаетесь? Как все цепы, а? Надо все лягать! Мира ждет! Готовились мы больше двух месяцев. Сначала репетировали по сценам, затем уже собрались все вместе. Но сейчас ощущение эйфории, конечно, восхищения. Мы вновь нашим старым составом. К нам присоединились и молодые артисты. Театр «Спутник» тоже вместе с нами. Это вот молодые ребята, которые играли, жители села Ласково. Ощущения, конечно, переполняют эмоции. И зал аплодировал, многие зрители даже вставали. Очень здорово. Еще одной особенностью спектакля стали церковные песнопения, которые исполнил хор Ахтубинской епархии. Постановка действительно получилась яркой, интересной и запоминающейся. И это было понятно по восторженным аплодисментам зрителей. Ксения Маслова, Юлия Баховская, Сергей Вакула. Ахтубинск ТВ. Ксения Маслова, Юлия Баховская, Сергей Вакула.